В рейде, организованном Управлением по чрезвычайным ситуациям экибастуза и противопожарной службой, участие принялись сотрудники правоохранительных органов, аварийно-спасательного отряда, а также волонтеры Центра развития молодежных инициатив города. В акции было задействовано порядка 45 человек. Все работы проделываются на профилактический контроль в области пожарной безопасности, а именно уклон идет на печное отопление. Сегодня нами пройдено 207-й, 208-й квартал, а также лесхоз, район лесхоза. 207-й и 208-й квартал, находящиеся за железнодорожными путями городского ЖД вокзала и район лесохозяйства, стали объектами обхода. Разделившись на несколько групп, в каждой из которых были сотрудники местной полицейской службы, волонтеры и спасатели, участники рейда пошли по частным домам. Здравствуйте. С управления ЧС у нас агитационно-развесительная работа. По печному отоплению. Если разрешите в ваш дом пройти, проверить ваше печное отопление, штрафов, предписаний никаких не будет. Вы вот здесь сапоги сушите, резиновые. Они же могут поплавиться. Вот видите, притопочный лист стоит. Вот это вот правильно, то, что притопочный лист стоит. То есть, если уголь падает сюда, на притопочный лист линолеум не тлеет. Ну, опять же, видите, уголь. Рейд носит рекомендательный характер. Участники обхода не имеют права заходить во дворы собственников домов, если хозяева против. Все же большинство жителей частного сектора понимают, что от осмотра и рекомендаций сотрудников противопожарной службы зависит безопасность и сохранность не только их имущества, но и жизни. В дома, где проживают одинокие пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды, сотрудники отдела государственного пожарного контроля устанавливали датчики, измеряющие концентрацию угарного газа в помещении. А при превышении этой самой концентрации эти датчики сигнализируют. Угар пойдет в квартиру, она сработает, она запищит так, что вы проснетесь. Соответственно, значит, дома появляется запах угла, угар появляется. Значит, необходимо открыть форточки, дверь и проветрить квартиру. После этого спадет количество угара в доме, и, соответственно, он потухнет. Так, все, он включен в состоянии. Информацию о методах и способах обезопасить себя и близких, используя печное отопление, узнали в этот день не только те, кто ежедневно во время отопительного сезона разжигает печь, но и молодые люди, волонтеры Центра развития молодежных инициатив «Экибастуза». Сегодня проходили совместно с МЧС, делали обход жилого сектора «Алисхоз», провели агитационные мероприятия, ознакомили с последним трагическим случаем, случившимся в Казахстане, проявили беседы, ознакомили с тем, как нужно правильно содержать печное оборудование дома, как правильно дома ухаживать за ним, как обеспечивать тепло дома.